Здравствуйте! Новости на телеканале ИТВ в прямом эфире. В студии Марина Павлова. Подводим итоги среды. Порт Татлебен в Керчи больше не доступен для туристов. Его разминируют спасатели. Проверена площадь 2 гектара территории. Обнаружено и обезврежено более 200 взрывоопасных предметов. Связь третьего поколения 3G заработала в Ялте и Алуште. Сидят люди, которые в отсутствии солнца, проверяют свою почту и имеют доступ в интернет. Прокурор Симферопольского района Петр Чернышевский задержан с поличным при получении взятки в крупном размере. Вымогал и получил 400 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Республиканской прокуратуры. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбудило дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа. В 90-кратном размере от ее суммы либо до 12 лет тюрьмы, что не избавит Петра Чернышевского от многомиллионного штрафа. Прокурору все равно придется выплатить 60-кратную сумму взятки. Порт от Лебен в Керчи теперь изучают не туристы, а спасатели. Опасную для жизни крепость закрыли для посещения. Специалисты Центра по проведению спасательных операций «Особого риска» лидер МЧС России ищут там снаряды Второй мировой. Предположения, что их на территории много, подтвердились. Спасатели уже обнаружили и уничтожили свыше 200 взрывоопасных предметов. Перед началом Второй мировой войны в Керченской крепости хранились огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов. Они там до сих пор, памятник фортификационной архитектуры 19 века, более 70 лет по сути угрожал жизням своих посетителей. Допустим, если бы случились сейсмологические изменения. Делают полуостров безопаснее 25 специалистов. Среди них пиротехники, кинологи, водолазы. Задействованы 4 единицы специализированной техники. В крепости могут быть не только снаряды, но и химическое оружие и другие боевые отравляющие вещества. Ничего такого внутри форта Татлебен спасатели пока не нашли. Зато богатой на находки оказалась прилегающая к уникальному памятнику территория. Специалисты ищут опасные предметы при помощи металлодетектора. Проверяют каждый сигнал прибора. Планируемая площадь к обследованию в районе 50 гектар. За прошедшую неделю обследовано не более 3,5-4 гектара. Место достаточно сложное, холмистое, много оврагов, растительности, грунт каменистый. Очень тяжело копается. Найденному не место под мирным небом. Взрывоопасные предметы вывозят в тот же день на полигон и там уничтожают. Мины ищут не только на суше, но и под водой. Предполагают их там в избытке. Сегодня именно уже работали с металлодетектором непосредственно. И, собственно говоря, первые 20 минут работы, вот, пожалуйста, сразу 120 миллиметров этого «добра». Помимо немецкой минометной мины, водолазы нашли взрыватель в идеальном состоянии. Время устройства почти не испортило. Единственный его отпечаток – нарост из мидий и ракушек. Всего за пять дней поиска специалисты обнаружили и уничтожили свыше 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Поиски продолжаются. Татьяна Хынкота, Служба новостей и ТВ, Керчь. Тут, за кем по-прежнему активно охотится Украина, поставив его вторым в рейтинге по неприятию после Путина сейчас в Крыму. Председатель парламента Новороссии, он же экс-депутат парламента Украины от партии регионов Олег Царев, рассказал, как он помогает родному Донбассу и поделился реальными планами его выхода из экономического кризиса. Он остановился совсем ненадолго. И только для того, чтобы дать интервью на одной из дальних и путанных симферопольских улочек. Весь этот год экс-депутат регионал парламента Украины, а теперь председатель парламента, пока не признанный Новороссии, ездит то в Крым, то в Москву. Там работа, здесь семья. На нейтральной территории он тоже не отклоняется от намеченного курса – продвижения интересов Донбасса. И сразу же сообщает, то, что Украина затягивает с законом о выборах в Донецкой и Луганской республиках, теперь уже сильно не волнует местные власти. Если выборы в Донецкой и Луганской республике пройдут согласно законам, принятых Донецкой и Луганской республикой, то у нас фактически, де-факто, мы получаем полную вертикаль власти. У нас избраны главы республик, у нас есть парламент и у нас будет выбраны местное самоуправление. И не дожидаясь решения Украины, мы можем начинать строить де-факто собственное государство. По мнению Царева, наконец-то появилась надежда, что экономика Донбасса будет спасена. Этой соломинкой может стать Южная Осетия, которая признала республики. Расчетные центры не дадут возможности работать большим предприятиям, поэтому надо запускать безналичную систему. И тут у нас большое подспорье с тем, что Южная Осетия нас признала, поэтому мы можем запустить платежи через Южную Осетию. Россия признает Южную Осетию, Южная Осетия признает нас. И фактически транзакции могут проходить Россия-Донбасс через Южную Осетию. Пускай не пугает большое расстояние, потому что для электронных переводов это не имеет значения. Точно так же можно выстроить систему отгрузки экспорта в Россию. Олег Царев добавил, через Южную Осетию можно было бы организовать экспорт, так как там признают печать республик. И необходимость платить налоги Украине отпадет сама собой. А там, когда Донбасс сможет привести этот план в действие, Царев пока умолчал, добавив, что депутаты парламента Новороссии все еще надеются на то, что в ближайшее время украинские парламентарии вспомнят о своих обещаниях ополченцам. Светлана Квитко, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ. В Севастополе прошли траурные мероприятия по случаю трагической гибели атомного подводного крейсера «Курск». В гарнизонном храме архистратига Михаила состоялось богослужение на кладбище коммунаров у монумента подводникам севастопольцам, погибшим на Курске, митинг «Реквием». Подробности о Севастополе. В храме архистратига Михаила моление об упокоении погибших моряков. В день скорбной даты почтить память ушедших в вечность героев Курска в церковь пришли родственники, ветераны-подводники, губернатор Севастополя, депутаты законодательного собрания. Напомним, 12 августа 2000 года атомный подводный и ракетный крейсер «К-141 Курск» Северного флота ВМФ России участвовал в агенно-морских учениях в Баренцевом море. В районе 11 часов 30 минут по московскому времени в Северной Норвегии были зафиксированы два мощных взрыва. После того, как лодка несколько часов не выходила на связь, были организованы поиски. Через несколько дней выяснилось, что весь экипаж погиб. Звание Героя России посмертно присвоено командиру Курска Геннадию Лячину. 117 членов экипажа посмертно награждены орденами мужества. На кладбище коммунаров Севастополя имена 18 моряков-подводников выбитый на гранитной стене мемориального монумента. 18 лиц смелых и отважных сынов России запечатлены в каменной летописи города Героя. Для мамы капитана-лейтенанта Андрея Васильева Валентины Спиридовны этот трагический день навсегда в памяти. Ее старшему сыну было всего 27. Эти 15 лет прошли как один день. Как будто это было вчера. Профессия подводников всегда считалась элитной, но и очень опасной. Известны слова вице-адмирала Степана Усиповича Макарова. Моряк должен свыкнуться с мыслью умереть в море с честью. Должен полюбить эту честь. Подводники всегда были особым родом сил военно-морского флота. Как только начал заразаться подводный флот, даже в царские времена подводники были особыми. Это их признавали смертниками, по большому счету. Поэтому слова Макарова – это слова, которые говорят о сегодняшней жизни. И они и сегодня имеют то же самое значение. Мастерство подводников, современная техника, воспитание и дух моряков обеспечивают успех и безопасность вооруженных сил. На митинге реквиями «Минуты и молчания» почтили память героев. Были сказаны слова поддержки родным и близким в этот трагический день. Возложены цветы. Наталья Брайко, Александр Вареца, 1-й Севастопольский. Специально для ИТВ. Не пропустите во второй части выпуска. Благотворительность или мошенничество? Полиция задержала одного волонтера или псевдоволонтера до выяснения всех обстоятельств. Связь есть у вас непосредственно с вашим начальником и руководством? Да, ну честно, я выбежал. Ничего. Откуда вы выбежали? С офиса. А где вы выбежали? Офис находится у нас в Севастополе. Правда, это бог, а бог сейчас живет в России. Рокзвезда Джолин Тернер вновь приехал в полюбившийся Крым с концертами. Волонтер или мошенник на перекрестке Гоголя-Толстого в Симферополе был замечен молодой человек, который просил у прохожих и автовладельцев деньги якобы на лечение ребенка с нейробластомой. Без документов, удостоверяющих личность. Без каких-либо разрешительных бумаг на ведение подобной деятельности. Виктор Сердюков, Игорь Иванов. Всеми этими именами 26-летний парень успел представиться нашей съемочной группе в течение нескольких минут. Как в целях наживы прикрываются больными детьми. Смотрите в репортаже. Вроде бы милый и улыбающийся молодой человек, услужливо отвечающий на все вопросы журналиста заученным текстом. Представился как волонтер Игорь Иванов из Севастополя. Стоит собирать деньги на лечение мальчику с нейробластомой левого надпочечника. Артем, он в данный момент находится у нас в Керчи, находится у нас в больнице. Лежит на гемодиализе, то есть на искусственном аппарате, поддерживает сапочки у него. Потом, что вы еще хотите узнать? Смотрите, у него мама обратилась, его мама обратилась к нам, чтобы мы ему помогли. Почему? Потому что для них сумма не то, что великая очень. Всего лишь надо 230 тысяч рублей. Это самая малость. То есть это дети-сироты, дети с детских домов, с приютов, с интернатов, из дома малютки. Мы помогаем этим детям. При себе имеет фотографию ребенка, пластиковую коробку для сбора денег. А элементарного медицинской справки с подтверждением диагноза, свидетельства о рождении мальчика, при себе нет. Я хочу отдать вам деньги, 100 рублей. Мне нужна справка. Где справка о том, что подтверждается диагноз этого ребенка? Так, где справка? Телефон его родителей. В офисе, все в офисе, девушка. Ну, я обычный волонтер. Но вы понимаете, что вы выглядите как шарлатан? Шарлатан, почему? Конечно. Ну, потому что у вас нету на руках никаких документов, кроме непонятной бумаги на разрешающую деятельность. За требуемым волонтер отправляет в Севастополь филиал Международной благотворительной организации ЕЖИ. Даже называет гостиницу и номер арендуемого офиса. Вот только кто поедет проверять. Номер телефона фирмы не помнит. Личный телефон оставил в офисе. Кошелек почему-то тоже. У вас должна быть какая-то визитка вашего начальства? Да. У вас какие-то элементарные бумаги есть, если вы не можете на память руководаться? У нас есть брошюрки. Где она? Можете показать? У меня сейчас в данный момент они закончились. Вот кроме салфеток. Вы же профессиональный работник. Как вы можете... Я не специалист. Здесь закончился, здесь я не помню. А вот еще один имеющийся у Игоря Иванова на руках документ. Доверенность от благотворительной организации на представление интересов. Вот только в списке волонтеров его фамилии не оказалось. Где ваша фамилия здесь среди списка волонтеров? Вот здесь. А где она? Почему ее здесь нет? А вот я. Нет, но почему здесь нет вашей фамилии в документе? Почему нет моей фамилии? Да, да. Ну почему? Потому что я есть здесь. Я вот присутствие. Я могу с вами пообщаться. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Бумага здесь. Вашей фамилии здесь нет. Я объясняю. Это нарушение закона, молодой человек. Нет, это не нарушение закона. Это не нарушение, что в официальной бумаге нет вашей фамилии, а вы ведете деятельность по сбору денег? Смотрите. Я вам объясняю. Вы можете также подойти до любого другого волонтера. Я могу. Вот сейчас писать себя. Дядю Васю с перекрестка, понимаете? И он будет собирать деньги на ребенка. А за спиной Игорь припрятал еще два документа. Медицинская справка. Только не на Артема, как было сказано изначально, а на Назара Коборовского, датированная февралем 2011 года. Ей свидетельство о рождении нашлось только украинское. Мальчик родился в Херсоне. То есть вы собираете ребенку с Украины деньги? Здесь в России, не вписав никакую фамилию, ничего абсолютно, да? Куда именно? Так, какое здесь у нас число вообще? Медицинский выясновок. Ребенка-инвалида, написанный на украинском языке. Выдан он в 2011 году. 14 февраля 2011 года. Но это, вы понимаете, печать размытая. Виталик, я в шоке. Что вот это? Я вам сказал, это не на него документы, девушка. Молодой человек, вы, пожалуйста, не притворяйтесь, потому что у вас документы все лежали в одной папке. Помогите ребенку с доверенностью. Вот с этим девчинским выяснятым, вы понимаете или нет? Девушка, давайте вы мне сейчас дадите листике А4, я выброшу эти документы, спалю. Ну, конечно, вы уже можете их спалить, потому что это все липо просто. Понятное дело, без полиции в данном деле обойтись не могло. Виктор Сердюков волшебным образом превратился в Рогова Игоря Владимировича. 26 лет от роду. Рогов Игорь Владимирович. До черт, 7-го, 89-го. Правоохранителям подтверждает, что на мальчика, на которого собирает деньги, никаких документов не имеет. Выходя из офиса, их попросту забыл. С собой взял не те. Серокопия этих документов, то есть человек оставляет, когда приходит к нам в офис. Оставляет обязательно, то есть это свидетельство. Сейчас деньги вы собирали именно на эту документу? Нет, нет. А как у вас так получилось, что вы за всеми были? У вас связь есть непосредственно с вашим начальником, руководством? Да, ну честно, ну я выбежал. Ничего, присепление. Откуда вы выбежали? С офиса. А где офис забыл? Офис находится у нас в Севастополе, гостиница Крым. Вы выбежали из Севастополя? Нет, нас сюда привезли. До всех выяснений обстоятельств парень отправился в железнодорожный отдел полиции. Что грозит мошенникам? Это штраф 120 тысяч рублей, либо годовой доход этого осужденного. Может государство изъять в качестве наказания. Либо это обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если следствие установит, что имеет место организованная группа с распределением ролей, хотя бы два человека, тут штрафы до 300 тысяч рублей осужденному может. Если решили дать деньги на благотворительность, не сочтите лишнему достовериться, что отдаете их не мошеннику. Марина Павлова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. От Керчи до Черноморского района Крым полностью обеспечен связью третьего поколения 3G. В четырех городах есть LTE, связь четвертого поколения. До конца 2016 года крымские власти планируют полностью модернизировать базовые сети. Уже осенью на полуостров зайдут новые операторы связи. Целый год практически по всей линии от Керчи до Черноморского района операторы устанавливали связь третьего поколения. Обеспечение сетью южного берега Крыма завершилось сегодня в Алуште. Первые лица из Министерств связи Крыма и России, операторы проверяют, как 3G работает на набережной города. От 3 до 2,2 мегабит в секунду все ощущают. Мы находимся в самом забитом месте. У нас за спиной и там сидят люди, которые в отсутствии солнца проверяют свою почту и имеют доступ в интернет. Житель Брянска Алексей Голосов уже две недели отдыхает в Алуште. Море надоело, пляж тоже лежит прямо на перилах набережной. Скоростной интернет появился как раз вовремя. Это классно, что можно сидеть на набережной и смотреть фильмы 3G. Сейчас связь в Алуште обеспечивают 15 базовых станций. В течение следующего года их модернизируют. Самое сложное, по словам вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского, привозить на полуостров оборудование в условиях санкций. Кстати, Алушта – один из четырех городов полуострова, в которых теперь есть не только 3G, но и ЛТИ, связь четвертого поколения. На сегодняшний момент современные стандарты связи – это одна из главных составляющих комфортного отдыха. И если мы не обеспечим связь, то никто к нам не приедет. Поэтому я рад, что сегодня люди, которые приезжают к нам со всей нашей огромной страны, которые приезжают к нам из-за рубежа, имеют возможность общаться хорошо, имеют возможность пользоваться интернетом, имеют возможность доступа ко всем самым современным сервисам. Нам было важно закончить эту работу, пусть не к началу туристического сезона, потому что, как я уже сказал, были и другие территории, которые необходимо было обеспечить интернетом. Но я очень рад, что мы в середине туристического сезона эту работу совместно с правительством республики, совместно с операторским сообществом закончили. Курортные города в приоритете, а столица Крыма до сих пор не обеспечена связью третьего поколения. Работы по установке 3G в Симферополе начнутся осенью. Станций будет 130. Базовых по Крыму сейчас 1200. Модернизировано всего около 160. До конца 2016 года крымские власти планируют полностью завершить процесс. А уже через несколько месяцев в республике появятся новые операторы связи. Сколько их и какими они будут, пока секрет. Татьяна Хынкота, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Алушта. Московские медики снова в Крыму на базе отделения челюстно-лицевой хирургии. Врачи намерены провести две сложные операции. С собой они привезли специальные конструкции, созданные на базе московских клиник. И, конечно, свой богатейший опыт, который так необходим крымским коллегам. Александр Панкратов приехал к своим крымским коллегам впервые. Его пригласили врачи челюстно-лицевой хирургии, чтобы на базе крымского отделения специалист с большой буквы провел две сложные операции. Самостоятельно наши врачи этого сделать не могут. Им не хватает оборудования и практики в проведении подобных хирургических вмешательств. Для проведения каких-либо операций мы отправляли крымчан в Москву, допустим, и другие города, допустим, Санкт-Петербург. В данной ситуации мы приглашаем специалистов для себя, чтобы обучить наших врачей Крыма. Ну и одновременно, плюс новые технологии. Допустим, раньше мы не работали с такими титанами, имплантантами. Ежегодно в Москву направляют с крымского отделения на операцию около 15 тяжелых пациентов. Это создает определенные неудобства. И было бы хорошо, чтобы местные врачи имели под рукой сложные конструкции и обладали определенным мастерством, которое сегодня продемонстрируют московские коллеги. Сейчас мы уходим на операцию по пациенту, который попал 8 месяцев назад в дорожно-транспортную катастрофу. У него сейчас тяжелая посттравматическая деформация костей лицового скелета, которая сопровождается повреждением черепа, костей глазницы, носа, челюстей. То есть здесь мы видим, что пациент представляет интерес для врачей сразу нескольких специальностей. И нейрохирургов, и офтальмологов, и отларингологов, и стоматологов, и частных хирургов, конечно же. В процессе операции пациенты устанавливают конструкции, которые разрабатывались по индивидуальным стереографическим моделям в Москве. Для этого заранее были сделаны снимки проблемной зоны больного и отправлены в лабораторию на материк. Второй пациентке также установят имплант. Была создана индивидуальная титановая конструкция. Она не требует изгибания, она полностью соответствует форме челюсти, полностью соответствует тому, что у нас останется после удаления этой опухоли. И мы быстро, легко и с отличным результатом, мы надеемся, установим эту конструкцию, человек будет себя хорошо чувствовать. Пока высокотехнологичную помощь получат только два пациента. Но после мастер-классов и обмена опытом с московскими коллегами наши врачи тоже смогут оперировать тяжелых пациентов на месте. А таких достаточно. В отделение челюстно-лицевой хирургии обращаются больные со всего Крыма. А летом не только жители, но и гости полуострова. Сорок коек в отделении никогда не пустуют. Александра Примякова, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Джулиан Тюрнер, звезда мирового масштаба, монстр урока, даст три концерта в Крыму. Американский артист в свое время выступал в составе легендарных групп Deep Purple и Rainbow. Уже во второй раз он становится подарком для крымчан, ценителей настоящего рока. Три месяца назад у него удалось зажечь публику. В этот раз его концерты обещают вызвать не меньший ажиотаж. Can't let you go, не могу тебя отпустить. Именно эта песня ассоциируется у легендарного Джолина Тернера с Крымом. После последнего визита в мае действительно не может его отпустить. Вернулся с концертами вновь, влюбился в полуостров, в местную публику. Слезы радости и открытые сердца, экстаз от музыки свободы – таким рок-звезда увидел крымчан со сцены. В этот раз он выступит в Феодосии, Севастополе и Ялте. Исполнитель надеется вновь ощутить эту энергетику. Впрочем, Арина Новосельская уверена – ажиотаж обеспечен, билеты на концерт уже раскуплены. Это не творческий прорыв, это закономерность, потому что наш регион настолько манкий, если я могу употребить такое слово для региона, и обязательно 3-4 месяца, год, и вот посредством таких музыкантов, такого языка, мирового, который понимают все, и переводчик здесь не нужен, о нашем крае, о крае мирном, о крае самым красивом узнает весь мир. Удивлены, что рок-звезда из США дает в Крыму концерты, да еще и повторные? Спросите, а как же менее соотечественников или санкций? Ответ Джон Прост – свобода выбора, свобода мыслей, любовь и правда – это рок в его понимании, и это же его стержень, принципы, на которых строит жизнь. Опираясь на них, американский артист увидел, что правда за крымчанами. Я играю для людей и не для политики. Я это уже говорю не первый раз. Политика абсолютно не имеет власти над душой человека. Я верю, что Бог является правдой, и Бог на данный момент живет в России. Такой вывод рок-исполнитель сделал не просто по порыву чувств, несмотря на то, что творческим людям это свойственно. Джо подходит к политике прагматично, мониторит ситуацию в мире каждый день, знает, что происходит в других странах, путешествуя, общается с людьми. На вопрос журналистов, согласны ли вы, что западные СМИ часто говорят неправду, Джо возразил, его мнение – там сплошная, а не частичная ложь. Люди должны быть горды этим моментом на данный момент за то, что они встают и не дают манипулировать их умами и их выбором пропагандой. И я вижу, и я очень горд тем, что происходит, и силой, которую люди показывают. Многочисленные предупреждения друзей и коллег – не едь туда, это опасно и грозит последствиями – Джо Тернер игнорирует. Некоторые из окружений исполнительно не понимают его выбор. Но даже если несколько человек отвернутся от него из-за жизненной позиции, бороться за правду Джо уверен, даже не расстроится. Справедливого человека санкциями не запугать. Нет, я не боюсь санкций. Я не боюсь санкций, или о том, что они могут сделать. Они будут меня в тюрьму? Что, они меня посадят в тюрьму? Я верю, что то, что происходит, это против Бога, и это абсолютно не честно. Его сердце выбрало Россию давно. На пальце американского артиста – кольцо с гербом Российской Федерации. Носит он его уже много лет. Жену, без сомнения, любимую Джо также выбрал на славянских просторах. Белокурая Майя смогла изменить его жизнь, уверен артист. Свой успех он посвящает ей. Ее русский характер и умение искренне любить смогли поднять его на уровень гораздо выше. Как отмечает американский исполнитель, родина перестала быть для него домом. К сожалению, я не комфортно себя чувствую в Соединенных Штатах Америки. Я не согласен с политическими решениями. К сожалению, эта страна не является той страной, в которой меня вырастил мой отец. Я вижу очень много негативных изменений. Джолин Тернер мечтает обзавестить апартаментами в Москве, но пока только подбирается к ней. В ближайшее время думает переехать в Белоруссию. Русский язык уже начал учить. Сегодня рок-звезда получил урок от министра культуры республики Арины Новосельской. Для отдыха Джо тоже выбрал Крым. После турне по полуострову на несколько дней задержится в Ялте. Не может дождаться прогулок по живописной набережной, возможности попробовать вкусную еду в местных ресторанах, вино из крымских подвалов и, конечно же, пообщаться с местными жителями. Джолин Тернер, помимо всего прочего, приехал в Крым из-за вдохновения. Вот-вот родятся строки для новой песни звезды мирового масштаба. И будет она о правде, свободе и силе духа. Юлия Попович, Николай Гришко, Служба новостей ИТВ. Спасибо, что вы вместе с нами. Звоните нам по телефону 54 11 83. Пишите на сайт ИТВ и Ньюэй. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова